После всех тех видео, которые снимал я, после всех тех видео, которые снимали мои коллеги, после всех новостей, которые вы потребили на тему Киберпанка 2077 за последние две недели, у вас могло сложиться впечатление, что игра не очень хорошая с технической точки зрения, с точки зрения производительности, основной геймплейный луп и, в принципе, удовольствие, которое от нее можно получать, на мой взгляд, довольно высоко, я продолжаю на этом настаивать. Ну так вот, дорогие мои мальчики и девочки, думающие, что понимают, о чем они говорят, вы не понимаете ни хрена! Киберпанк 2077 это не просто технически несовершенная игра, это не просто игра, которая продавалась с ложной рекламой, не просто игра, которая угробила репутацию City Project Red на годы вперед, и черт его знает, смогут ли они ее в итоге восстановить, остается только надеяться. Не-не-не-не-не, ребят, вы даже не близко, вы даже не зашли на необходимую территорию, только видеоигровые журналисты, или не видеоигровые, но какие-то вроде как журналисты, судя по тому, как эта статья написана, я делаю вывод, что это какого-то рода журналист, только они понимают, что на самом деле Киберпанк 2077 хуже Гитлера. Да-да, вы меня правильно поняли, это видеоигра, которая продается за 60 долларов или ваш региональный эквивалент по уровню трагедии, вызванной своим существованием, сравнима со вторжением в Польшу 1 сентября 1939 года. Этот черт почек даже объединяет в каком-то смысле, понимаете, цикличность истории, если чёте, да, это как когда Культаз каждый раз вам каждый день напоминает про то, что неплохо было бы подписаться на канал Культаз живьем, если вы считаете, что я эту подписочку заслужил своим одухотворенным лицом, подачей освещаемыми темами, получаете удовольствие, подписывайтесь, получаете удовольствие, подписывайтесь, и так каждый раз, цикличность, о да. Да ладно, конечно, я вас обманул, о чем речь. Конечно же, профессиональный печатный журналист из уважаемого издания «Паста» символичное название не будет сравнивать видеоигру из 2020 года с Гитлером, как он пишет в своем третьем абзаце в конце, видимо, понимая, что если он не сделает это уточнение, то его возьмут за задницу, потому что он прекрасно понимает, что он делает. Не-не-не-не-не. Это всего лишь сравнение по признаку антинаграды. Помните, как Гитлера в 1938 году опубликовали на обложке журнала «Тайм», таким образом назвав его самым важным человеком года, но не в хорошем смысле, да, и точно так же «Киберпанк 2077» является самой важной видеоигрой года по неправильным причинам. Естественно, это была просто хитрая игра слов, которую любой плебс, прочитавший статью на самом деле, просек бы моментально. Но есть только вот один вопросик у меня, да, вот я, конечно, понял, в чем фишка, но у меня вот есть вот один маленький вопросик, маленькая тема меня гложет. Какого черта тогда это сравнение вынесено в заголовок? Почему одна единственная, не самая удачная, на мой взгляд, аналогия из одного единственного абзаца твоей профессиональной печатной статьи, профессиональный печатный журналист, возможно, игровой, но я не уверен, вынесена в заголовок как основной тезис, как основная мысль этой статьи? Уж не потому ли, что эту аналогию ты придумал специально, или, может быть, твой редактор придумал специально для того, чтобы привлечь к твоей абсолютно никакого веса под собой не имеющей статье внимания? Потому что никаким другим образом профессиональная печатная пресса в интернет-эпоху, когда ей нужно зарабатывать жалкие гроши с рекламных баннеров, но при этом все печатные журналисты все еще получают высокие зарплаты из-за профсоюза, уж не потому ли, что это единственный ваш способ привлечь внимание к себе, который вам известен, и который хоть как-то работает до сих пор, собственно говоря, он работает прямо сейчас. Я надеюсь, вы готовы погрузиться в сочнейший материал профессиональной игровой журналистики 2020 года, но сначала. Мальчики и девочки, вы уже успели затестить классическую моба на своем смартфоне? А вот миллионы игроков по всему миру уже играют. О да, Mobile Legends Bang Bang точно заслуживает твоего внимания, ведь только здесь самые честные и напряженные катки, причем играть придется с игроками со всего мира. Может быть, именно твоя скилуха вознесет тебя на Олимп? Кто знает, кто знает, заходи в игру, выбирай себе героев, начинай достигать высоких рангов и становись сильнейшим. Здесь на выбор предоставлены сотни разнообразных героев, способности которых не то чтобы уникальны, однако ж под них разработаны сотни возможных стратегий, и под каждую ситуацию нужно выбирать своего героя. Обновления и ивенты, различные режимы боя, вы всегда найдете чем себя занять, и к тому же еще в любое удобное для вас время. Едете на учебу, например, но вы можете просто зайти в игру и начать катать, потому что поиск катки занимает всего лишь 10 секунд, а сама она где-то минут 10. И за эти 10 минут вы получите сессию полную драйва и улетных пвп сражений. Главное, не проедьте свою остановку, это важно. Игра совершенно бесплатна и проста в управлении. Чтобы стать мастером, нужно всего лишь два пальца. Автоблокировка и отбор цели позволят тебе сделать последний удар. Промазать здесь невозможно, а удобная функция нажатия на предметы позволит тебе сфокусироваться на азарте битвы. Качай игру по ссылочке в описании, тем более, что в этом месяце открыто множество мероприятий, и все они эксклюзивны для русского комьюнити. И не пропусти прямую трансляцию 30 декабря. На празднование нового года будет приглашено множество звезд, а во время мероприятия будут вручены крутые призы. Кликань, а мы и продолжаем. Заодно изданию паста нужно отдать должное, я считаю. Они успешно привлекли к себе внимание. Mission, мать твою, accomplished. Ценой остатков своей репутации, если у них, конечно, были остатки этой репутации, скорее всего, нету. Люди, которых даже вы можете знать, такие как Буги, Джим Стерлинг, Актман или вот, например, Киллиан Экспириенс где-то здесь был. Да, они отписываются. Обращаю свое внимание на то, что аналогия видеоигры, которую можно покупать, а можно не покупать, с человеком, который устроил буквальный геноцид целой нации, это не самое лучшее, что вы, как профессиональная печатная пресса, можете сделать. Да, может быть, нужно, ну, знаете, посидеть вот так вот за круглым столом и подумать, действительно ли мы хотим это напечатать. Действительно ли мы уверены, что люди нас правильно поймут, даже после того, как прочитают статью, в которой нам специфически пришлось отметить, что на самом деле мы не сравниваем видеоигру с, сука, Атольфом Гитлером. Ну, естественно, наши русские ребята моментально пытаются собрать его знаменитое имя, у них не очень получалось, к сожалению, но они пытались. Блин, что же за такой спорный, контроверсивный, я бы даже на англицком сказал, материал кроется в этой профессиональной статье от самой, между прочим, опасной, самой трудной, самой невыносимой, но при этом максимально необходимой обществу работы 2020 года. Это сейчас, кстати говоря, была не шутка, запомните вот эту фразу, которую я только что сказал, мы вернемся к ней через несколько минут. Хорошо? Хорошо. Да, правильно, это просто ленивая компиляция информации, которую мы собирали последние 14 дней, потому что нужно было опубликовать хотя бы что-то, потому что это то, что сейчас считается новостями. На безрыбье и рак рыбы, я полагаю, но учитывая то, что материалы нужно выдавать пачками каждый день, в принципе, ну, надо понять, ребят, да, как бы они просто стараются остаться на плаву, а как иначе-то? Тяжелый месяц выдался у City Project Red, студия которой отличилась в свое время одной из самых популярных и любимых игр в истории человечества, Ведьмаком 3, работала на Киберпанком 2077, последние несколько лет, хайповала его просто как не в себя. И вот, наконец, спустя три отложки, спустя кучу проблем во время производства, 10 декабря 2020 года, игра наконец-то увидела полки игроков и просто покупателей по всему миру. И вот тут-то вы думаете, наверняка ребята уже были готовы с City Project Red отдохнуть, расслабиться, так сказать, Рождество провести со своими родными. По крайней мере, так они думали 8 декабря, когда начали поступать положительные отзывы. Но когда игра реально вышла, оказалось, что не все коту масленица, ничего с тех пор не шло по пути City Project Red. Абсолютно стандартный вводный абзац, который можно было бы уложить, предложение в 3, скорее всего. Но меня смутила одна небольшая фраза. Так могли полагать разработчики Киберпанка 2077 8 декабря, подразумевая, что они, зная в каком состоянии находится их игра, не представляли, чем все это закончится. Они как будто бы, по мнению этого замечательного журналиста, не отдавали себе отчет в том, что когда игра выйдет, это будет полная катастрофа. Именно по этой причине они не давали, например, выкладывать в общий доступ футажи с консолей предыдущего поколения. Потому что они прекрасно понимали, что если люди увидят этот сран, то скандал поднимется еще до того, как первичные продажи поступят, а они могут не заработать свои 8 миллионов копий, проданных в первый же день, которые покроют их расходы. Они, кстати говоря, продали уже 13 миллионов к этому моменту, без учета возвратов, насколько я понимаю, но у меня складывается впечатление, что возвратами мало кто будет пользоваться. Я думаю, что в большинстве своем даже те, кто остались продуктом недоступны, они его не вернут, а просто отложат на полочку до лучших времен. Где-нибудь на полгодика или может быть на год, до тех пор, пока игра не станет более-менее починенной и функциональной, и потом просто к ней вернутся. Потому что они понимают, что купят ее потом в любом случае, поэтому зачем возвращать ее сейчас, когда можно просто подождать. Но это мое личное мнение, мы отвлеклись. Ну, то есть этим предложением человек, который статью написал, как бы нам намекает на то, что он понятия не имеет, как разработка видеоигр происходит, как работает банально человеческий мозг. Ничего необычного для профессиональной видеоигровой прессы я, в принципе, здесь не вижу. Да и правда в том, что провал уровня Киберпанка 2077 индустрия не видела с самого момента своего основания. Я не уверен, что это правда, но окей, возьмем за чистую монету, представим, что именно настолько крупнопрофильная игра еще никогда такого провала не терпела, настолько, что ее убрали с торговой площадки Sony, например. Окей, давайте пока что поверим профессиональному печатному журналисту. Может быть, на метакритике у нее сейчас оценки стоят на уровне 86 для ПК-версии, но для консольной версии, особенно для базового PS4, где она толком не работает, эти оценки насчитывают всего лишь 50 очков. Естественно, профессиональный журналист учитывает исключительно оценки других профессиональных журналистов. На пользовательские оценки он смотреть не собирается. И ладно, на метакритиковские, но на стимовские, например, где тебе необходимо обладать игрой для того, чтобы эту оценку поставить и где не получится уже предъявить про то, что ты даже в игру не играл, а критикуешь ее просто на волне хайпа. Ну, почему-то про это решили не упоминать, как обычно. Эта игра тотальная катастрофа буквально во всех своих аспектах и во всех аспектах видеоигровой индустрии. От того, как видеоигры делаются, до того, как их пытаются продавать, до того, для кого их делают и кому их пытаются продавать. Запомните, мальчики и девочки, по словам профессиональной печатной прессы, вы, кто покупает эти игры и кому их пытаются продавать, вы часть проблемы. Вы всегда были частью проблемы и сейчас вас, наконец, выводят на чистую воду. Запомните. Сейчас начинается самая микотка. Приготовьтесь, Cyberpunk 2077 воистину заслуживает титула «Игра года», но исключительно потому, что именно эта игра удерживает индустрию на текущем невыгодном положении, положении, в котором ей находиться ни в коем случае нельзя. И ее массивность, да, вот эта вот массивность провала, которая настиг, нам лишний раз только открыл глаза на актуальные проблемы, которые никуда не уходили все это время. Cyberpunk 2077 заслуживает называться «Игрой года» в той же степени, в которой Адольф Гитлер заслуживал называться «Человеком года» по версии журнала Time 1938 года. Не за свои легитимные заслуги, которые заслуживают награды и почета, а за предупреждение, которое он для индустрии означает, за своего рода анти-достижение, которое в итоге сделает весь окружающий мир только хуже. Это предупреждение нам всем, оно должно открыть нам глаза. И это мы ни в коем случае не сравниваем плохую видеоигру с Адольфом Гитлером, мы просто говорим, что награда, которую он получает, это на самом деле анти-награда, она просто настолько громкая, что заслуживает ее получить в любом случае, но по неправильным причинам. Это такая тонкая аналогия, которую вы не сразу просекли, но, к счастью, печатный журналист нам ее пояснил в отдельном предложении, потому что, если бы он этого не сделал, то, скорее всего, по его собственному предостережению, потому что он понимал, что он делает, его бы взяли за жопу в любом случае. Количество вещей, которые неправильны с этой аналогией, даже после того, как мы ее поняли правильно, я даже не знаю, с чего начать на самом деле. Наверное, потому что масштабы катастрофы у одного и у другого, если мы воспринимаем, ну, в буквальном смысле, да, как бы, раз уж мы взялись упоминать одно, то давайте мы о нем и будем думать в историческом контексте тоже, они немножко несоизмеримы, на мой взгляд. Как минимум потому, что в видеоигру вы можете выбрать, покупать вам ее или нет, рекомендовать ее своим друзьям или нет. У вас есть выбор, да, вы можете подождать, пока начнут поступать материалы из интернета, потому что, ну, не получится удержать кота в мешке, да, когда спадет эмбарго, вы можете просто не покупать игру первый день и посмотреть, как выглядят футажи с плейстейшена базового и понять, что игра там абсолютно нефункциональна, падая периодически меньше 15 кадров в секунду и становясь буквально неиграбельной вообще. У еврейских граждан Польши после вторжения 39-го года мне кажется, выбора не было пройти в отделение, так сказать, или нет, если вы понимаете, о чем я. В смысле, я понимаю, что автор хотел этой аналогии сказать на очень-очень базовом уровне, но вот честно, смотрев в глаза, ну, неужели нельзя было подобрать что-нибудь попроще? Что-нибудь полегче, что-нибудь не настолько сильно нагруженное? Потому что, ну, есть две вот причины, видимые мне, по крайней мере, по которым они должны были выбрать именно эту аналогию и никакую другую, и редактор издания потом с ней согласился. Он, когда ее увидел, он сказал, да, нормально, пускаем это в печать. И вижу две причины. Во-первых, кликбейтный заголовок, во-вторых, абсолютное отсутствие чувства тона и способности понимать, кто читает печатные издания до сих пор, и как люди между собой общаются, и в принципе, что такое человеческая речь, и, не знаю, банальные правила поведения в обществе может быть. В данном случае, мне кажется, обе причины валидны в одинаковой степени, и скорее всего, обе они работают одновременно. Им нужен был кликбейтный заголовок, они прекрасно понимали, что они делали, и они прекрасно понимали, сколько резонанса этот заголовок вызовет, как он, собственно говоря, и вызвал. И вторая причина, профессиональная печатная пресса максимально отстала не только от собственной аудитории, но и от всего человечества в целом. Она не понимает, как работают живые люди, как они общаются друг с другом, и единственное, на что они способны, это брать здоровый бокал, пердеть в него, нюхать и пить его содержимое. И так вот по циклу. Это буквально то, чем они питаются. И меня в виду, хай, ну раз уж начали, давайте идти с этим до конца. Cyberpunk 2077, это в той же степени игра года, в которой 11 сентября, это была самая важная дата 2001 года, потому что и там, и там случилась трагедия, в которой было завязано огромное количество, особо-то на самом деле невиновных людей, которые просто стали жертвой обстоятельств. Ну нормально же, ну нормальная же аналогия, вы понимаете, вы просто заголовок прочитали, но вы не вдумались вот в смысл моей аналогии, да, вы просто не прочитали пояснение в скобках, которое было дано. А что, почему я вынес этот тезис в заголовок, несмотря на то, что он для статьи не центральный, ну пацаны, мне как бы семью кормить надо, сами понимаете. Следующие 13 пунктов буквально суммируют все то, на что я уже делал видео, практически каждая тема, от неработающих сейвов до неработающей версии на консоли прошлого поколения базовые, до еще кучи тем. Мне кажется, что у меня как раз 13 видео наберется, когда я в итоге посчитаю. Но неважно, это все не суть, это не настоящая журналистика. Вы сюда пришли для того, чтобы журналист пожаловался на токсичную маскулинность. Конечно же, это сломанная игра, сделанная для самых низших слоев населения, которая должна была удовлетворить токсичных, маскулинных, белых, цисгендерных гайемеров. Она, конечно же, в итоге вызвала гнев в сторону разработчиков. О, какая ирония-то получилась. Еще вчера вы делали для этих отвратительных, токсичных, маскулинных геймеров женщин с пиписьками, ставили их на постер и пользовались этим как крутым маркетинговым ходом, а завтра они вас уже ненавидят. Но, как ни странно, они вас ненавидят не за женщину с пиписькой, а за то, что вы дали им сломанный продукт, но мы об этом упоминать не будем, окей? Именно токсичных фанатов, которые ожидали, что за свою полную цену они получат нормальный работающий продукт. Именно токсичные фанаты, которые ожидали, что то, о чем им рассказывают в рекламе, в итоге будет в игре, потому что об этом рассказывают в рекламе, обещают, ну и, соответственно, ждать, что эти обещания будут выполнены, казалось бы, должно быть, ну, правильно, да, потому что, я не знаю, может быть, человек на самом деле не должен ждать, что обещания, которые ему обещают в итоге выполнят, несмотря на то, что все еще берут с него полную цену, ну, окей. Это уже вопрос, который каждый должен решить для себя сам. Вот эти вот токсичные фанаты, они на самом деле являются главной проблемой. Именно им нужно измениться для того, чтобы индустрия изменилась вокруг них. Хотя и самой индустрии тоже было бы неплохо немножко подкочеврежиться. Ведь именно благодаря кому видеоигровая индустрия стала ярчайшим примером бизнеса, построенного на токсичности, на ненависти друг к другу? Именно благодаря классу менеджмента, менеджерскому классу. Классовую войну у нас печатный журналист пытается развязать в этой статье, где он сравнивает игру от польских разработчиков с Гитлером. Кранчи, постоянное увольнение, смены кадров, обещания, которые не выполняются, отложки, которые в итоге ни к чему не ведут, обман, везде обман. Как страшно жить в этом мире. Говорит нам печатный журналист, буквально повторяя все то, что до него уже говорили последние две недели. И не привнося буквально ничего нового в дискурс, потому что, ну, нужно было написать хотя бы что-нибудь сегодня, я полагаю. И угадайте что, все эти страдания в итоге не приведут нас ни к чему. Потому что игра продалась гигантским тиражом. На момент написания этой статьи она продала уже 13 миллионов копий, а это означает, что она оказалась бесспорным, абсолютно непостижимым финансовым успехом. Это в свою очередь приведет к тому, что ничего абсолютно не изменится. И ААА индустрия продолжит работать точно так же, как работала до Киберпанка 2077. Она продолжит кранчить людей, лишать их будущего, лишать их работы периодически, когда она становится не нужна. Она продолжит воспитывать белых, токсичных, маскулинных гаэмеров, которые строят весь свой вот этот вот геймерский культ на ненависти. И жить очень страшно. Вы должны понять, что очень-очень плохо все вокруг будет. И это посыл, который мы, профессиональная печатная пресса, несем в мир. Что лучше не станет никогда. Единственное хорошее, что вы можете сделать, это продолжать читать наши статьи. Продолжать ротовать за то, что действительно все очень плохо, за то, что маскулинность действительно токсичная, несмотря на то, что маскулинность абсолютно необходима обществу для того, чтобы эволюционировать точно так же, как и фемининность в своем роде. Вы должны понимать, что только такие герои, как автор вот этой статьи, имя которого я забыл, как только прочитал впервые и не собираюсь даже скролить для того, чтобы напомнить его себе. Только вот эти настоящие герои, буквально воины, пера и орала, которые, не покладая рук, сидят буквально каждый день в своей комфортабельной квартире где-нибудь в Нью-Йорке, попивая кофеек из своей личной кофемашины и пишут о том, насколько тяжело приходится приходится гаэмерам и эфиропским детям в зависимости от того, какой у них профиль. Насколько именно тяжело приходится эфиропским детям, они правда не знают, потому что они никогда там не были, они в принципе редко из своей квартиры вылезают, потому что соблюдают социальную дистанцию, а не потому что они не особо понимают, как мир вокруг них работает. Знаете, откуда я все это знаю? Знаете, откуда я знаю, что работа журналиста на самом деле и опасна, и трудна? А потому что сами журналисты мне об этом сказали, они же не будут мне об этом врать, правильно? Спасибо Джулии Вульф на твит, который я совершенно случайно наткнулся. Твит в поддержку своих коллег-журналистов. Твит, который должен напомнить им о том, зачем они стараются, зачем они живут, зачем они пошли в эту профессию. Для того, чтобы давать людям новости, факты, для того, чтобы делать этот мир лучше. Как именно они делают мир лучше? Ну, давайте мы позволим Джулии Вульф нам напомнить. Дорогие журналисты с 2020 года. Вы сильнее, чем вы даете себе отчет. Я не уверен, что они сильнее, чем кто бы то ни был. Я не думаю, что они даже сильнее меня, я нахожусь не в лучшей своей физической форме. Если бы в начале января мне сказали, что нам с вами придется творить, творить это искусство, которое мы занимаемся из дома, не вылезая из своих каморок, осваивать зум, в конце концов, на какие жертвы профессиональные опечатные прессы идут для того, чтобы радовать вас новостями с фронта о том, что, скорее всего, даже не происходит и не существует и раздута гораздо выше пропорций, которых оно заслуживает, но просто потому, что по-другому новости продавать уже не получается, да, сами понимаете, нужно как бы зарабатывать, семью кормить, это очень важно. Если бы мне сказали, что я буду привязан к своей комнате, то я бы просто посмеялась в лицо тому, кто мне это сказал, а потом я бы поплакалась. И тем не менее, вот мы здесь, мы выжили, мы пережили этот тяжелейший год, мы фокусировали свое внимание мы искали правду, двойное, мы делились историями с нашей аудиторией, ну да, чисто технически это правильно, мы носили маски, бедненькие, как вы это переживали, это я даже не представляю, мы окутывали себя санитайзерами, мы делали нашу работу, не покладая рук, работа была очень тяжелая, но нам, несмотря на маски, несмотря на санитайзеры, нам приходилось, и мы смогли, мы преодолели эти испытания, мы успешно нажимали клавиши на клавиатуре. Эфиропские дети, у них просто нет дерьма на нас, пока они там умирают с голодом, мы нажимаем клавиши на клавиатуре, пацаны, давайте похлопаем печатным журналистам, это еще даже не все, это еще только половина воодушевления. Мы были громкими в 2020 году, мы были сильными, ну, одно из этих заявлений определенно правильное, правда, не по правильным причинам, но, ну да, как минимум, в половине ты не соврала, это уже больше, чем многие печатные журналисты могут про себя сказать. Вы были сильными и преодолели испытания изоляции, и страх, и неизвестность, которые вам грозили, я не очень понимаю, какие именно препятствия они преодолевали, делая все то же самое, что они делали до изоляции, то есть сидя у себя на хате и нажимая кнопки на клавиатуре, периодически выходя в магазин, я точно знаю, что мне вот преодолевать ничего не пришлось, потому что я занимаюсь буквально тем же самым, но я, по крайней мере, не пытаюсь строить из себя героя, который работает, чтобы мир стал лучше, вот эта вот принципиальная разница между мной и профессиональной печатной прессой. Мы оставались достаточно сильными для того, чтобы задавать животрепещущие важнейшие вопросы, не только через интервью, но и просто сидя за нашими клавиатурами, просто печатая новостные издания. Мы всегда были достаточно сильными для того, чтобы просить о помощи, потому что всем нам в 2020 году нужна была помощь, и я не очень понимаю, кто именно оказал вам помощь в 2020 году, кроме инвесторов, которые по какой-то причине не продолжают воскладываться, хотя я, правда, не понимаю, какие именно возвраты на свои инвестиции они получают, но окей, допустим, если вы журналист в конце 2020 года и вы до сих пор остались живы, то вы сильны, потому что только сильный человек мог прожить весь этот год долбя клавиши на клавиатуре каждый божий день, потому что без сил вам бы это не удалось, вы сильные мальчики мои, девочки, вы молодцы, вы смогли пережить этот год, оставайтесь сильными, потому что ваши жизни важны, ваша профессия важна, 2020 год доказал это, спасибо вам всем и счастливого вам Рождества. Честно, я не могу представить себе в 2020 году менее важную для человечества профессию, чем журналист. Журналисты настоящие, которые проводят расследования, которые выводят в свет какие-то новые факты, о которых раньше никто не знал, которые на самом деле легитимно выполняют свою работу, как она была задумана, их остались ну просто гроши какие-то, да, их настолько мало, что могу их по пальцам пересчитать. И даже они, как правило, мудаки конченые, но они как минимум делают свою работу. Люди вот такие, которые пишут про то, что видеоигра из 2020 года это буквально Гитлер, они, я думаю, не настолько сильные, насколько ты думаешь, Жулия Вульф, они, мне кажется, просто, ну, ущербные, как бы, куски говна, которые, они, конечно, заслуживают жизни, да, но они явно не заслуживают тех денег, которые они получают, они явно не заслуживают называться сильными, они, в принципе, ничего особенностей не заслуживают, да, это сейчас не аналогия по типу того, что могли бы пойти в шахту по хате гораздо более полезными для общества, были бы, в конце концов, я видеоблогер в интернете, который делает дневной контент, ирония не потеряна, вы не подумайте. Я просто не думаю, что они, находясь в этой должности, должны относиться к ней подобным образом, да, мне кажется, что гораздо правильнее было бы с их стороны признать, что они абсолютно не важны для общества, и это самое общество могло бы без них обойтись совершенно спокойно. Если бы печатная пресса завтра пропала, вряд ли кто-то остался бы не в удел, вряд ли кто-то почувствовал бы себя некомфортно, все такие, оу, обидно, наверное, ну ладно, я пойду дальше заниматься своими делами, и все, на этом как бы вся дискуссия закончилась бы. Гораздо лучше для себя, для своего собственного ментального здоровья принимать подобные вещи, осознавать их, отдавать себе отчет в том, что вы никому не нужны, печатная пресса никому не нужна, вы бесполезны, ваши жизни никому, кроме, может быть, ну как бы свое место в этом мире и не будем строить из себя героев. На самом деле, я, конечно, вру, давайте похлопаем печатной журналистикой, она очень важна для всех людей, она, мы без нее бы просто не выжили в конце концов, это важно. И давайте мы все дружно подпишемся на канал Культаз живьем, поставим ему лайки с комментариями для того, чтобы продвинуть его в алгоритмах, если вам нравится его подача и то, какие материалы он освещает. Подпишемся на канал Культаз, на котором буквально сегодня вышло видеоанализ рождественского Шрека, а также всего первого фильма Шрека в контексте того, что он теперь является национальным достоянием США. И, конечно же, спасибо вам, что вы тратите на мое время, мои дорогие ублюдочки. Идите сюда. Субтитры сделал DimaTorzok